К 11 утра воскресенья на избирательных участках тишина. В этом году Владивосток показал рекордно низкую явку на выборах. За депутатов городской думы 5-го созыва свои голоса отдали чуть больше 10% избирателей. Для некоторых горожан орган, за который пришли проголосовать, и вовсе загадка. А знаете, какой орган сегодня выбирают? Читала, уже забыла. Активнее всего голосовала Первомайка. За 6 часов работы избирательных участков там воспользовались своим правом голоса больше 11 тысяч избирателей. Всего же за день выборов урны собрали 63 тысячи бюллетеней. На избирательном участке номер 520 в Ленинском районе к обеду проголосовало всего 30 человек. Я думаю, сегодня такой теплый день. И люди нашли, проводят последние теплые деньки, где-то на отдыхе, может кто-то на даче. Несмотря на видимое спокойствие на участках, без скандала на выборах обойтись не удалось. 9 сентября, в День тишины, рядом с одним из избирательных участков Рунзинского района, сотрудники полиции задержали приезжего политтехнолога. По словам свидетелей, он склонял членов участковой избирательной комиссии к фальсификации результатов. Сегодня горе-технолог находится в СИЗО, где ему предстоит провести два месяца. Известно, что работал он на представителей партии «Единая Россия». Я хочу, чтобы наш город был еще краше, еще лучше и благоустроеннее. И тех, кого мы выбираем, они, наверное, будут о нас заботиться. Вы в этом уверены? Особенно о пенсионерах, да, уверены. На 35 депутатских мест в Думе Владивостока претендовало 200 человек. 87 одномандатников, остальные шли по партийным спискам. Отметим, в этом году «Единая Россия» потеряла свое право быть лидером депутатского корпуса. Партия власти взяла всего 22 мандата против 24 в прошлом созыве. Тем не менее, за «Единую Россию» проголосовало 40,65% избирателей. Второе и третье места ожидаемо заняли КПРФ и ЛДПР. На четвертом месте «Новичок» на политическом небосклоне – партия пенсионеров. На пятое с третьего места спустилась «Справедливая Россия». Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.